всем привет продолжаем проходить сайбирь я самая самая первая часть не так в конце этой серии мы поговорили вот с мужичком по имени корня лесу кстати подожди дверь дверь еще надо войти у нас остались тут не осмотренные вещи в университете по идее бесполезно за штатского университета вот сейчас я быстренько все проверю и вернемся вернемся ко входу там был один мужик охранник или не знаю кто это университета единственное вот что мы с ним не поговорили еще и у нас появилась вроде бы вроде бы одна задача поговорить теперь с начальником станции вот то что гурнеллиус говорил что можно с ним поговорить спросить его про что-то что-то можно было спросить так да не проверить двери куда-то не войти я чё-то так быстро все смотрел что вот кстати насчет этой надписи натуран он хочет салтус натурой это природа не ну наверное делает потому что итальянским фанат фан типа фары это делать салтус я не знаю что этому ну вот вообще вот может отличаться конечно латинский но мы предположение что природа не не перепрыгивает я не знаю как это перевести правильно типа природа она сама по себе и не подчиняется закону вот того наверно того все значит делать нам здесь больше нечего идем отсюда еще нам начальник станции говорил про какую-то эту какого-то ворона который я собирает тоже можно опа собрать яйца а это вы мистер марсон добрый день сэр как вы стали я буду поживать в сто раз лучше когда вы покончите с этим делом и подпишите контракт где вы черт подери еще сильно мозги копать барак штате барак как что вы там забыли это старинный университетский городок похоже ганс форальберг был здесь проездом несколько лет назад если сейчас его там нет то нечего вам там прохлаждаться а чё нет с этим тут сапиролем я понимаю что но есть все основания полагать что ганс форальберг еще жив я пытаюсь собрать сведения о нем от тех кто его знал куда вы едете дальше пока не знает да вы хоть что-нибудь вообще знаете кейс уволить пора это сотрудница мне нужно еще немного времени мистер марсон вот как раз времени у вас и нет держите меня в курсе держите меня в курсе блин ты короче яйцо вот надо вставить вот эту штуку вот справа вот она здесь была для весов для баланса будем смотреть где это найти вообще ну давай уже с ним поболтаем единственный мужик с которым я здесь еще не говорю здравствуйте привет крошка крошка ничего себе а ты клёво выглядишь люблю такие большие круглые глаза ты за кого себя принимаешь а ты с характером люблю таких согласен стоит завалиться куда-нибудь познакомиться поближе не припомню чтобы я такое предлагала завалиться поваляться кончай выпендриваться я же знаю тебе понравится слушай сопляк шел бы ты домой к мамочке пока на неприятности не нарвался ничего себе так это еще и какой-то просто левый перс ну ладно большие круглые глаза да я-то и вижу там как в аниме так сюда вроде бы уже никуда не пройдешь то пошли к начальнику станции все хватит там они говорят прохлаждаться я говорю может здесь что валяется еще какие-то там яйца что-то может давай вообще сюда пойдем с этой стороны войдем если можно мне кажется что можно и нужно может откроется какой-то экран еще что-нибудь подберем вниз можно пойти вот просто давай ради интереса вниз схожу так сейчас мы о ничего себе появились сейчас момент опять таймер не запустил блин лодка куда-то всплыть нет блин прикольно прикольно так надеюсь я ничего не вижу пошли сразу к делу что тут вообще там а ты с ним так будешь болтать через воду эй там на борту готен так шейна мадмузель мой муж говорит добрый день леди вы хотите говорить с нами готен так ты так понятно я говорю где-то в южной германии может быть раз мы с этих со швейцарских альп приехали там рядом о давай-ка сразу по винишку сразу по бокальчику вы никогда не видели амерзунский лесной савинил нет никогда не хотим нет а че это по-немецки не знал здесь найти вообще-то найн ну ладно нет нужно плыть до амерзун о поплыли я поняла амерзун амазон мы где-то в экзотической стране где-то находимся давай представимся меня зовут кейт олкер я юрист и я отвечаю за этот поезд какой поезд мы ничего не видели у меня есть такая ситуация в новинку если честно юрист хорошая работа и много денег много нет не слишком много впрочем я не жалую бывает хуже юристы всегда брат много денег мы не могли бы сменить тему я бы не хотела обсуждать ты сама сказала что юрист выкручивайся теперь так задачу вы из барак штата нет так вы вроде меня перелетные птицы я здесь застряла из-за поезда что он сказал поезд капут вам не повезло олегу чтобы понравилась эта серия так помощь ганс 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 вам наверное понравилось бы путешествовать вы бывали в нью-йорке мы не понимать я ищу одного чудака который кажется живет в сибири сибири вы там бывали наверное сибирь по реке это наверное просто прекрасно ооо шлекте бут айна форете датс грунт порми лока-лока из фантастика айна клайна родмет устет окей югайд югайд простите как будто инглиш югайд ты поведешь ему нравится баржа а ваш поезд не нравится слишком шумно если вы хотят ездить на консервный банк то вы и оставаться там консервный конечно обозвал поезд такой красивый ну вообще что ли вы еще не видели местную станцию там так красиво столько птиц так это и есть местная станция это мой гир я ничо ся ничо ся разошелся мы не ходить с лодка у мой муж береговая болезнь а нифига себе он сказал с тобой куда угодно она перевела по своему ладно я все понял у меня проблемы с поездом он вроде как сломался а мне по зарез нужно убрать его со станции вы не могли бы отбуксировать его до стены шлюз закрыт баржа заперты а если шлюзы откроются вы мне поможете поркэно мармоне вордац о поркэ это я понял а хе хе это можно мой муж говорит мы помогать если вы дать деньги давай дадим ему денег хорошо сколько он хотеть пятьдесят сто пятьдесят доллар пятьдесят он сказал пятьдесят у меня столько нет нет денег от пожара чинкванта по-итамински пятьдесят значит семьдесят пять нет сто двадцать пять и речи быть не может сто долларов и ни цента больше хорошо баржа за сто долларов отлично тогда подождите пожалуйста я постараюсь вернуться как можно скорее и с деньгами а то есть мне еще деньги доставать надо о деньги не слишком любезно с вашей стороны давай мы могли бы оказывать друг другу услуги даром просто по дружбе что вы сказали мой муж говорит нужно деньги чтобы жить сто долларов это немного для такой леди для такой леди вам то почем знать что ж тогда я пойду простите за беспокойство до свидания о единственное что ты знаешь по-русски да ладно пошли пошли дальше вот говорю блин из-за того что знаешь итальянский то что он по идее по идее нет он даже синкуэнто сказал это испанский ну понятно понятно сразу чинкуанто синкуэнто но говорит он вроде на немецком я не знаю не знаток но так как здесь немецкие надписи были то похоже что мы где-то в Немеции да это очень похоже на то а где мы вбежали что-то я заблудился я не пойму где мы а окей все просто закрыто было ну что мы не на станции не вбежали что ли пошли к начальнику поговорим с начальником что-то в блокнот она записала наверное вот эта вот была графа деньги что-то с кем-то можно у кого-то можно потребовать денег здесь что застрял давай иди вперед давай так а что нас тащили из библиотеки нас тащили книгу про Амерзон и а и крюк все у нас ничего нет больше цену а крюк кому можно посмотреть ему а ему нельзя дать крюк жалко а давай просто с ним поболтаем тогда спросим про денег можно мне вас побеспокоить дай денег я могу вам чем-нибудь помочь займи до пятницы все все пара долларов сейчас мы стреляем ну знаете ли мисс вы меня просто поражаете просить деньги у незнакомого человека ну то есть да да слушайте мне нужны деньги чтобы убрать мой поезд с вашей станции потому что мой поезд мешает вам пугает ваших птиц и раздражает ваше начальство послушайте послушайте только начальник станции у меня свои проблемы у вас свои ясно показать почему здесь нет озвучки но это неважно помощь может помощь я тут похоже немного забыл да все что угодно не буду вам добро пожал все я понял я понял я понял значит ты готов жить с этими вашими проблемами ладно все пошли тогда блин может к оскару давай к оскару пожалуемся оскару здесь все плохие никто тебя не ценит оставили одну у нас станции я посмотрю что-то лежит ничего не лежит и главное вот надо как-то птиц отпугнуть от лестницы которые там сидят вот за с другой стороны поезда чтобы залезть наверх и починить починить этого механического ворона кстати оскар у тебя все в порядке да кейт уолкер я ожидаю ваших инструкций так допустим оскар матросы согласились отбуксировать поезд но им нужно заплатить надеюсь у тебя есть наличные и подобным материалом поезд не оснащен тем не менее здесь есть все необходимое чтобы обеспечить пассажирам максимальное удобство ясненько ладно разберусь сама а свиньон мне не нужен лишний груз да я только одоложить так подожди это по идее ее раз на поезде больше никого нет это наше наши вещи значит она как-то забрала она же не говорит чужое она говорит лишнее что-то что-то почему-то подумал что это чужое совиньон может вот я говорю начальник знает скорее всего где раздобыть его что там может может он что-то есть нет можно мне вас побеспокоить я могу вам чем-нибудь помочь мисс не подскажете где здесь найти лесной совиньон нигде не водится он тут и вообще я первый раз о нем слышу поезжайте на амерзон там и ищите себе эту птичьи отраву знаете что для человека который в первый раз слышит об этом растении вы пожалуй многовато о нем знаете ну амерзон перу папуанова и гвинея для меня это все еди извините мне пора о ушел похоже он что-то недоговаривает они умеют уходить они умеют здесь иногда сдвигаться с мест ничего себе ну Момо это отдельная история но что бы он мы его сдвинули я думал с ним может до бесконечности болтать взял ушел топ неожиданностей цархи опа простите что отрываю но мне опять нужна ваша помощь вы что не видите я страшно занят вообще страшно если честно не вижу очень странно что а ну так я занят ужасно занят ну ладно пара минут у меня есть что там у вас нет нет кажется не будет она не будет она не будет она добро пожаловать в баракштадт мисс ну пошли можно воспользоваться телефоном я так и не посмотрел я так торопился узнать что там на улице что что даже не заглянул в телефон автомат хотя по любому там делать нечего но я не знаю может крюк как-то может помочь я не помню пробовал я это нет плотинку похоже эта штука сломана да ну подожди два пять 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 мне нужен ключ а ключ ну может крюк нет крюк не ключ ладно будем искать а когда обычно она говорит нужен ключ значит по идее ключ он где ты рядом находится попробуй пойми где может где-то там за сиденьями затесался а там вода что ходили там а нет это это трава с экспонатами давай поболтаем так может у этих чубчиков есть вроде они здесь сидят может у них есть деньги а это библиотека мне кажется у вот у дедка опять забыл его имя корнелиус вот у него логичнее всего попросить помощи но я все равно попробую пару вопросов задать прошу прощения за беспокойство господа но у меня небольшая проблема проблема сейчас у всех свои проблемы умные и поезда со станции не прекратили уезжать да у нас что-то гравитация сюда прилеп чуть-чуть только вытаращился а я нашла я нашла матросов которые согласились отбуксировать поезд со станции но у меня нет денег чтобы им заплатить не могли бы вы одолжить немного я могла бы заработать эти деньги я могла бы заработать эти деньги это не хватит конечно конечно прошу прощения мисс нам нужно обсудить один важный вопрос ого совершенно верно по этому вопросу нам необходимо срочно прийти к соглашению надеюсь вас не затруднит немного подождать да да ну конечно это сильно как это а почему бы нет если мы при этом и от поезда избавимся по моему прекрасная идея так что же вы решили джентльмены хм вы уже должно быть видели великолепный механический оркестр который украшает главную площадь университета не видел да да уникальный образчик механической игрушки который к сожалению перестал действовать мы все хорошо помним его прекрасной мелодии мы предлагаем вам определенное вознаграждение если вы сможете его восстановить с удовольствием а что нужно делать к сожалению дитя мое а время и ржавчина сделали свое черное дело в наших автоматах больше нет пружин ха 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 вам придется немного поразмыслить над этой задачкой честно говоря в баракштадте есть немало сложных механизмов но к сожалению инструкции к ним утрачены тем не менее ваш поезд это такое чудо техники что вам такие автоматы вряд ли в диковинку мы рассчитываем на вас мисс надеюсь я оправдаю ваше доверие ну что ж коллеги вот еще одна проблема с плеч долой вряд ли в диковинку мы первый раз вообще-то видим все эти механизмы и так далее ладно давай по приколу про савиньон поговорим вы случайно не знаете нет ли в баракштадте лесного савиньона абсолютно если он говорит абсолютно это конечно значит абсолютно никакого мы хотим сказать что мы абсолютно уверены что в баракштадте нет лесного свиньона правда дело в том что я читала книгу где написано что в баракштадте это растение есть я бы хотела получить немного винограда если можно это исключено мисс господин ректор хочет сказать что ваша первостепенная задача это убрать поезд со станции со своими расследованиями вам придется подождать до следующей остановки да точно сначала уберите поезд со станции и пожалуйста не занимайте наше время бесполезной болтовнёй не забывайте о правилах мисс не забывайте о них поезда должны сначала останавливаться а потом ехать дальше и как можно быстрее так поезд не сдвинется если мы не возьмем савиньона что то мы заговорились посмотрите на часы пора пить чай снова пить чай снова пол серии снова пить чай хватит блин благодарю вас за время в тот же час спасибо вам джентльмен а за что спасибо ладно джентльмены в четырех стенах он там кстати за кино там один чел спал но к нему вроде никак не подойти я пробовал тут дверь кстати 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 об этой двери вот она же бежала за колонна сюда не прошел ну ка а бесполезно а ну ладно хорошо нас настаиваешь пусть будет заперто и спорим про савиньона его прошу прощения профессор профессор это снова я да в чем дело мисс опять будет болтать очень долго но это не важно скажите а слова лесной савиньон вам что нибудь говорят савиньон 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 это кажется какой то тропической кустарник не возможно мы спрашивали о нем да тогда мы говорим об одном и том же растении впрочем спросите у начальника станции он присматривает за местный оранжерей и знает и растение да не знаю я попробую спасибо не знает спрашивали не знает эм профессор ну как бы это сказать понимаете когда я сюда ехала я не думала что мне понадобится много денег а тут в общем мне нужны деньги я понимаю что это наглость с моей стороны но не могли бы вы мне помочь дорогая моя знаете я с радостью бы но увы моего заработка хе-хе-хе едва хватает на мои собственные скудные нужды простите пожалуйста я не хотела ну впрочем пример Ганса показывает что некоторое вознаграждение можно получить оказав университет кое-какие услуги впрочем этим ведает ректорат не я блин надо было с ним поговорить ну что ж не буду вам больше надоедать надеюсь я не слишком вам помешала как вы говорите а нет 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 нисколько дедушка нисколько было бы логичнее вот дамб нас отправил на ректорат и ну я уж на всех случаев просто со всеми говорю обо всем будем искать как починить как оркестр где где он почему я его не видел это что ли здесь в центре что он тогда видел тогда видел ну ладно с ним нечем болтать что к рыбкому болтать послать его отсюда так вот чтобы а ну вот он вот чтобы его сдвинуть там надо положить второе яйцо ну чтобы второе яйцо нам надо как-то прогнать птиц блин и ведь ничего не лежит чтобы прогнать птиц мне нужно виноград короче пойдем осматривать деревья сейчас я не знаю я не знаю что еще как сейчас задача ясна но непонятно какую выполнять ага подожди смотри-ка оказывается можно позвонить по телефону так если проблема набери номер телефона а блин я не прочитал потому что внизу было написано ну ладно только смотри прикол в том что она же может со своего мобильника позвонить сейчас дай запишу себе его прям не буду запоминать такие цифры ну-ка посмотрим посмотрим так два семь шесть шесть семь четыре два здравствуйте центр управления шлюзами восточного округа чтобы начать работу нажмите решетку если вы используете гальтембургский шлюз нажмите 1 если вы используете морфлосский шлюз нажмите два ничего себе а барак штатский вот 4 если вы используете барак штатский шлюз нажмите четыре для возврата в предыдущее меню нажмите решетку если вы хотите поднять уровень воды на 1 если вы хотите снизить уровень воды нажмите 2 для возврата предыдущие меню нажмите решетку потом поднять будет поднят уровень воды в баракштабском шлюзе для подтверждения команды нажмите звездочку для возврата в предыдущие меню нажмите решетку слушай прикольно ведь только вот одно действие как семья ваш запрос принят к сожалению в настоящий момент наш техник находится в отпуске и его некому заменить мы ответим на ваш запрос течение 48 часов в случае срочной необходимости просьба перевести шлюз на ручное управление приносим извинения за вынужденную задержку ручное непонятно как это сделать так в блокноте надписи не появилось значит начни не с кем об этом поговорить а ну-ка написано с ним опять надо поговорить про свиньи куда ты я на него нажму с ним опять надо поговорить про свиньем второй не вроде с профессорами два раза потому что я не помню с ним я один раз болтал и прогнали мы его сюда его мы поставили что отрываю но мне опять нужно вашу вот как догадаешься по сто раз со всеми болтать что занят если честно вижу что а ну так я занят ужасно занят ну ладно пара минут у меня есть что там у вас догадываться я люблю ну как-то блин сидишь часами типа застреваешь тоже как-то в лом становится согласись я тут ищу такие маленькие сочные ягоды не подскажете где мне их найти слушайте вы на станции нет никакого свиньона тем более листово да забавно а мне как раз лесной савиньоны нужен савиньона малина смородина я в них не разбираюсь и здесь ничего такого не растет скрывай скрывает прочитала одну интересную книгу так там написано что савиньон выращивать как раз здесь знаменитом барак штатском птичнике но если в книжке написано неужели вы верите всему что пишут книжка не знаю почему но мне кажется что вы меня обманывать это еще почему слушайте я в глаза не видел вашего дурацкого винограда идите спросите у своего профессора как там его у конца но это же вы начальник станции вы тут должны все знать а мне никто ничего не рассказывает и ничего я не знаю идите к своему любителю древности а меня оставьте в покое все мы же вернемся к тебе все вернемся не буду вам больше надоедаться добро пожаловать в барак штат мисс нет конечно было что типа он что-то от нас скрывая так что по-любому к нему надо было вопросы задать ну я почему-то побежал искать другое ладно какой ты у нас типчик скрытный все уже узнаем все побежали к профессору из ревностей зачем-то уже уровень воды собрался поднять можно было вообще осушить чтобы она куда-то пробежал наверное но не точно я в чем делаю сюда перестали скажите если бы здесь брак штате выращивали савиньон вы бы об этом знали а что вы считаете что здесь есть савиньон я читала об этом в одной книге из местной библиотеки ну попробуйте спросить у начальника станции если такое растение здесь есть он должен об этом знать вообще-то это он меня к вам послал я удивилась но он сказал спросить у палеонтолога вы ведь здесь единственный палеонтолог верно да здесь единственный странно но я думаю он просто ошибся вот и все мне здесь никто ничего не рассказывает возможно вам стоит поговорить с ректорами в конце концов это они управляют университетом не я ясно большое спасибо теперь к ректорам дом пошли ладно ну что ж не буду вам больше надоедать надеюсь я не слишком вам помешать как вы чему не рассказать тому не рассказать но я больше верю ему конечно чем начальнику станции допросы допросы допрашиваем допросы прошу прощения за беспокойство господа но у меня небольшая проблема проблема сейчас у всех свои проблемы знать и земной шар от этих проблем пока не остановился и поезда со станции не прекратили уезжать вы абсолютно уверены что здесь нет амерзонского савиньона я только что говорил с начальником станции и с палеонтологом и судя по их словам здесь явно что-то не так мы полностью отвечаем за свои слова в барак штате нет савиньона а за пределами у станции амерзонский савиньон это очень редко и прихотливое растение да да природные условия тропиков очень трудно воспроизвести поверьте трудно но они невозможно к счастью наша оранжерея прекрасно справляется с задачей ваша оранжерея оранжерея так в барак штате есть оранжерея аранжерея но если бы у нас и было оранжерея то это был бы всего лишь маленький садик за зданием станции наш начальник станции им очень гордился бы такая же не может сказать если бы у нас была оранжерея там все чудесно росло бы и исключительно его заботами мы бы очень им гордились да и заслуг нашего палеонтолога мы тоже не забыли бы причем здесь палеонтолог на без него и без его лаборатории мы не смогли бы делать вино это было очень хорошее вино верно коллеги о да восхитительный нектар способность красить нашу рутинную работу и тяжелые обязанности мы бы каждый год с нетерпением ждали нового урожая так значит если я вас правильно поняла в барак штате растет савинью его выращивают саду за станцией затем под присмотром палеонтолога делают из него вино который уже в готовом виде попадает к вам на стол если я не ошибаюсь джентльмены это называется подпольный бизнес мисс мисс вы все неправильно поняли мы ничего подобного не говорили зачем такие скоропалительные выводы мы же говорили в сослагательном наклонении вы же слышали если бы так что бы произошло если бы у меня возникло такое подозрение вы могли бы никому о нем не рассказывать я думаю да если бы вы были так любезны сохранить это в тайне это ведь всего лишь небольшое предприятие местного значения всего несколько бутылочек в год совершенно верно это даже бизнесом назвать нельзя иначе нам конечно же пришлось бы уплатить штраф так и мы можем рассчитывать на вашу тактичность естественно не беспокойтесь у меня нет намерений вмешиваться во что-либо так ну побежали заговорились по службе да не хочу пропить вино венца свиньонского красного венца пошли к палеонтологу пошли к начальнику давай их опять подостаём немножечко тук-тук кто там свиненушка профессор это снова я да в чем дело мисс это опять задалбывание про свиньон у меня только что состоялся очень интересный разговор с ректорами между прочим они сказали что вы прекрасно знаете что в барак штате есть савиньон и что вы находите его очень приятным на вкус вовсе нет я не пью вина я предпочитаю его делать производство вина привлекает мне гораздо больше а потом у меня язва бедняга так вы не отрицаете конечно нет ну раз уж реакторы открыли вам наш маленький секрет собственно и счастье лаборатории я даже сделал небольшой аппарат для ферментации сока разумеется в больших количествах я не могу производить вино но но ведь нужно соблюдать секретность нам понимаете а как же наши студенты неужели они ничего не замечают но вы же знаете что такое эти студенты химической реакции остается химической реакции даже если в ингредиенты входят пардон виноградный сок а мальтолактическая ферментация занимает определенное время иногда запах проникает в коридор тогда я просто беру немного серы и поджигаю ее невероятно абсолютно невероятно профессор понс вы это что-то просто что-то что такое что-то не уверен могу ли я считать это что-то комплиментом так и и чё к начальнику бежать или опять давай пятнику у меня только что состоялся так вы не тоже самое ладно так не знаю давай пока что сделаем паузу на этом слушай потом сбегаем мы к начальнику станции потом сбегаем корректоратом потом опять что-то здесь будем делать думать дальше проходить спасибо тебе большое за просмотр всем хорошего настроения всем удачи и всем пока